Бумажная книга есть, была, есть и будет. Молодцы. И она вообще останется. Книга бумажная или электронная? Горячая дискуссия на эту тему сегодня бурлит в библиотеке микрорайона Парковой. Ребята спорят, есть ли будущее у классического варианта или его вытеснят современные технологии. Традиционный формат пока побеждает. Бумажная книга обладает тем неизменным очарованием, которого лишена его электронная родственница. Ведь у первой особенный запах типографской краски, мягкое шуршание страницы, почти необъяснимая теплота, которая как будто ее оживляет. Разговор о разнице, конечно, не случайен. Его затеяла библиотекарь Ася Робертовна, для которой фраза «Книга лучше друг человека» наполнена глубоким смыслом. Ведь литература – сама модель жизни. И чем больше погружаешься в нее, тем лучше понимаешь устройство мира. Собственно, это и является настоящей причиной беседы. Самой Асе Робертовне повезло, она выросла в читающей семье. Всегда были детские книги дома, всегда вот эти красочные наши вот издания до того времени. И даже книжки-игрушки у нас были, хотя я выросла в Соликамске, когда мы книжках-игрушках в свое время никто. Папа заказывал всегда нам из Москвы, привозили из Ростова-на-Дону, у них там свое издательство было. Ну, как-то всегда было в семье. Нам читали, пока мы не могли читать, нам с сестрой. А потом уже я в пять лет начала читать сама уже. Ну, у меня любовь всегда была книгой. Наша героиня росла в то время, когда ценность хороших книг даже не оспаривалась. Просто так в магазине их было не купить. На издание нужно было подписываться или, что называется, ловить на удачу на прилавках. Поэтому библиотека была настоящим литературным рогом изобилия. Потому и стала вторым домом, а потом и местом работы. Эту свою любовь к чтению Ася Робертовна вот уже почти три десятка лет прививает юным посетителям библиотеки. За эти годы ее помещение переживало разные времена. Но вот благодаря поддержке депутата Владимира Плотникова, наконец, библиотека приняла пристойный вид. Мы очень благодарны своему депутату Владимиру Ивановичу Плотникову. Он нас хорошо поддерживает и ежегодно проводятся какие-то ремонтные работы. У нас отремонтировано крыльцо с козырьком, было в аварийном состоянии. Сейчас это безопасный подход к библиотеке. У нас подвесной потолок на детском абонементе. Три окна старых заменены на стеклопакеты. В этом году были выделены деньги на приобретение экрана и проектора. Мы давно этого ждали. У нас такая большая радость. Кроме того, зал и библиотеки снабжены кондиционерами с лим-системой, так что температуру в помещении можно регулировать. Все направлено на то, чтобы это место стало вторым домом и для современных детей, как когда-то это произошло с самой хозяйкой библиотеки. Станислав Уланов, Полина Рифа, Владислав Рашидов. Телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин